Всем привет! Меня зовут Татьяна. Вещаем сегодня из нашего офиса службы доставки товаров в Икея в городе Саранск. Обзор у нас посвящен сезону, который предстоит всем. На дворе уже май. Шашлыки, вкусняшки, парк, пикники, все актуально. В коробке на столе спрятан очень интересный прибор, который поможет приготовить что-то вкусное на природе, в принципе, в любом месте. Кстати, это первый товар на нашем обзоре, который полностью в коробке уместился на столе. Вот такой вот гриль, его артикульный номер, название, ну и габаритные размеры, да, видите, то есть можно его спокойно переносить. Ну и если вы его заказываете дистанционно через какую-либо службу доставки в вашем городе, вы его заберете даже на общественном транспорте. Давайте вскрывать. Разрезали. Вот что у нас прячется внутри. Кстати, собирать мы с вами его будем тоже параллельно. Упаковано, вот как все это показываю. Вот здесь у нас пупорчатая пленочка. Снимаем пленку. И давайте разбираться. Почему-то вот так у меня не вытаскивается. Попробуем зайти с другой стороны. Это, как я понимаю, ножки. Здесь нужно подрезать. Вот здесь у нас бумажечка. Не используйте спирт или бензин для распаливания. Ну, обо всем этом я сейчас вам расскажу. Сейчас уберу все лишние элементы. Так, значит, открыли. Теперь будем пытаться достать все остальное. Ага, когда мы его ставим на ножки, у нас падает вот так внизу под дольчик. А, по кругу. Так, это оставляем. Собираем, разбираем, собираем дальше. Уберу пока этот дольчик на ножках. Кстати, гриль очень легкий. Весит всего 2 килограмма. Поэтому удобно, даже если вы на какой-то пятничок собрались ножками без машины, его можно взять. Все хорошо достойно упаковано, поэтому можно не переживать по поводу транспортировки. Теперь давайте разбираться, что у нас и куда. Нет, это не сюда. Так, значит... А мне кажется, нет или так? Так, ну, судя по всему, что наверх никуда это не ставится, эта часть, наверное, идет вот сюда вниз. Так, тут у нас ручка. Вот такой вот он. Сейчас уберу лишнюю бумагу с металла и начну вам рассказывать. Кстати, к нему не идет... Нет, к нему идет фокус, потому что была откуда. К данному грилю идет большая инструкция на кучу языков. Но вам важны две странички на русском языке, и их обязательно нужно прочитать. Я вам сейчас расскажу ту информацию, которая там есть. Но когда вы себе его приобретете и начнете им пользоваться, обязательно ознакомьтесь. Значит, смотрите. Гриль у нас полностью металлический. Все элементы, кроме решетки, покрыты краской. Поэтому, когда вы первый раз будете его использовать, ну, соответственно, вы его помоете. Помоете со средством для мытья. Посуду можно помыть там, с мылом, с чем-то. Но вы его должны помыть. То есть смыть с него все вот эти вот транспортировочные пыль, грязь и так далее. Первый раз, когда вы насыпите в него угли, не пугайтесь. Если у вас частично где-то местами облезет краска от высоких температур, это возможно. То есть это, ребят, не гарантийный случай. Это не является браком, либо выходом устройства, что не перестало работать. На это рассчитывайте, что вот он как бы эстетически будет не такой черненький, красивенький. Так. Значит, решетка, на которой мы будем готовить. Она с двух сторон, но ставится одной стороной. Аккуратно, кстати, при эксплуатации обязательно, при розжиге, когда вы что-то начинаете готовить, обязательно надевайте перчатки. Почему? Во-первых, это будет все горячее. А во-вторых, здесь не особо гладкие края, можно обрезаться. Обязательно, при эксплуатации, каждый раз, когда вы готовите, всю вот эту поверхность нужно смазывать либо жиром, либо растительным маслом, чтобы избежать прилипания пищи к данной поверхности. Так, гриль мы с вами собрали. Вы видели, да, что это легко и просто справится. Любой человек, я думаю, даже подросток с этим справится. Вот такой вот гриль у нас получился. На данный момент в магазине «Икея Нижний Новгород» проходит акция. И до 9 мая они стоят 1200 без одного рубля. Полная цена 1500. Те счастливчики, которые купили его по акции «Икея Фэмили», которая была до середины апреля, приобрели его всего за 1000 рублей. Поэтому учитывайте, стоит ловить скидки в «Икея» или нет. Мы его приобрели для обзора и для личного использования. Нам он обошелся в 1200. По поводу того, как эксплуатировать и что с ним делать. Обязательно только использование на улице. Об этом пишет и производитель на сайте и в инструкции. Значит, дым, копоть, все, что будет в процессе приготовления у вас идти, все будет находиться в квартире, есть риск отравиться. Поэтому учтите этот момент, пожалуйста, и эксплуатируйте его только на улице. Вещь, я считаю, удобная, компактная. Вот смотрите, мы его собрали, да? Мы же не будем каждый раз... Хочу вот так вот разобрать. Нет, так, кстати, его разобрать не получится. Поэтому разбирать его нужно в той же последовательности, в которой мы его собирали. Разберем мы с вами его попозже. Сложим и пакуем. Так, значит, по поводу того, как... Рассказываю дальше, как вы эксплуатируете. Помыли. Вот сюда мы засыпаем угли. По поводу угля. Не более 0,5 килограмма. То есть полкило угля – это максимум, который можно засыпать в данный гриль. Учитывайте этот момент, пожалуйста. Фракция самого угля должна быть некрупная. Потому что если у вас будут большие крупные куски, они будут неравномерно прогорать. И, соответственно, температуру набирать он будет не так быстро. После того, как вы засыпали уголь, вы его обязательно должны утрамбовать. Ну, мы, соответственно, в масштабах офиса никак не можем вам это показать. Но обязательно снимем видео его эксплуатации по назначению. Далее розжиг используем. Наливаем немножко розжига. И поджигаем либо длинной охотничьей спичкой, либо делаем себе фитилёк. То есть подожгли. Закрываем крышкой. Даём прогореть обязательно. 30-40 минут нагреваются угли. Только потом можно использовать. Ну и время эксплуатации, то есть вот этих, ну, жара от углей, тоже где-то 30 минут, не больше. Почему? Потому что у вас небольшое количество угля. Если вам нужно добавить, вы хотите больше, вот, допустим, там, долго планируете готовить, долго отдыхаете, вам нужно будет всё это убрать, очистить, потому что жир всё это будет капать сюда же в угли. То есть нет отдельного какого-то приёмника для жира. Этот момент тоже учитывайте. Значит, вот решётка. Хочу показать вам её поближе. Вот эта вот ручка. В принципе, решётка не маленькая. В Икее есть такие своеобразные маленькие шампура, они называются шпажки для гриля. Они металлические, комплект стоит 199 рублей. Мы, к сожалению, их не смогли купить, потому что они их разобрали, они закончились. Поэтому обзор мы снимаем без них. Они как раз по размеру этого гриля. То есть не надо заморачиваться, искать какие-то большие шампура, чтобы на данном гриле приготовить. Гриль не так давно появился в Икее, поэтому каких-либо положительных, отрицательных отзывов не у наших клиентов, потому что все, кто их заказывали, их заказывали вот к этому летнему сезону, их ещё не эксплуатировал никто, ни клиентов других служб доставки мы найти не смогли. Поговорили с ребятами в отделе сервиса, сказали, что возвратов и браков, в принципе, по данному товару пока нет. Единственное, только если люди с размером ошиблись, хотели что-то побольше, взяли этот гриль, а он им по размеру не подходит. Вариант пляжа, какого-то ужина на природе возле дома вполне удобен, он маленький, он не занимает много места, неважно где, в квартире, в доме, он компактен. Цена, я считаю, адекватная. То есть за такие деньги он всё-таки хорошо, добротно, ну, как, в принципе, всё и в Икее, да? Из крепкого материала, вот сейчас сгибаю ручку, ничего не гнётся, потому что поддон, имеете в виду, то есть он вот просто ставится, он никак там крепко не закрепляется. Был опыт покупки недорогих мангалов для таких целей, чтобы можно было перенести, взять с собой куда-то. Этот мне очень понравился, как сделан. Конечно, да, то есть он не будет таким красивеньким, чёрненьким после эксплуатации, это нужно учитывать. После того, как вы его закончили, закончили готовить, обязательно всё это нужно вымыть, почистить, то есть оставлять его не надо. Запахи, потому что впитаются, потом будет не особо комфортно отмывать. Но, опять же, то есть части маленькие, поэтому помыть не сильно проблема. Ну и вместе с грилем мы вам хотим показать ещё одну серию. Вот такая вот серия посуды. Называется Самар 2018, то есть это лето 2018. Состоит из четырёх наименований. Такие вот тарелки, комплект ложки, вилки и ножи, чашки и стаканы. Сейчас мы всё это вскроем и вам покажем. Это пластик, но очень хороший, добротный пластик. По поводу эксплуатации сразу хочу сказать. Кстати, сделано всё это в Италии. Полипропилен, соответственно. Можно мыть в посудомоечной машине, можно использовать в СВЧ при нагревании пищи до 100 градусов. То есть, если вы решили на природе сварить ухи, эти мисочки вам вполне подойдут. Это не одноразовая посуда, которую мы после отдыха выкидываем и засоряем. Открываю мисочки. Так, объём... Нет, объём не указан. Хотя, я думаю, где-то должен быть. Нет, есть только размер, количество и как эксплуатировать. Ну что, будем тогда смотреть так. Значит, у нас три цвета. Мисочки повторяются. Соответственно, две розовых, две серых, две голубых. Цвета очень приятные. Я думаю, это видно даже на камере. Пока уберу лишнее. Про эти предметы мы тоже поговорим. Значит, голубые, розовые и серые. Вполне, я думаю, можно использовать как детскую посуду. Мне, кстати, даже больше нравится, чем серия Калас, которая идёт для деток. Так, сгибаю. Такой прочный, хороший пластик, ровненько. Запаха, кстати, нет. Как обычно, когда от бюджетной какой-то пластиковой посуды пахнет. По стоимости. Миски, тарелки и ложки, вилки, ножки стоят 199 рублей за комплект. Стаканчики стоят 129 рублей. Вот такие вот у нас мисочки. Голубой очень красивый цвет, такой бирюзовый. Вообще, коллекция летняя в этом году у Икеи достойная. Именно по цветам. Так, теперь ложки и вилки. Ну, эксплуатация та же, до 100 градусов. Значит, каждый пакетик рассчитан на 6 персон. Я думаю, для летней посуды ценник очень даже хороший. Вытряхиваем. У кого уже есть детская посуда из серии Калас, я думаю, вы все узнали. То есть, такая же форма ложки, такая же форма вилки. И точно такой же ножик. Ну, не знаю, конечно, насколько удобно данным ножом будет разрезать, например, кусок мяса на природе. Сомневаюсь. Я думаю, он только такую эстетическую функцию несет. Значит, это у нас голубые. Также по два. То есть, два розовых комплекта, два голубых и два серых. Вот, смотрите, размер ложечки. Ну, конечно, взрослому мужчине ту же уху на природе не особо удобно будет. Больше, наверное, все-таки для деток рассчитано. Хотя, смотрите, цвета красивые, яркие. Если сочетать еще с икеевской скатертью, для детского дня рождения очень такая даже подходящая посуда. Так, значит, у нас ложки и вилки убираем в сторону. Чтобы не мешало, сложу их так. Сейчас разверну вам стаканчики и покажу еще тарелочки. Кстати, давайте плотность покажу. Вот нож сгибается. Это гнущаяся часть. А вот ручку у ножа. Согнуть очень сложно. То есть, пластик такого достойного качества. Никак не вяжется вообще с пластиковой посудой. И тактильный он очень приятный. То есть, он гладкий. Внутри все это матовое. И за счет вот этого цвет красиво получается. То есть, так вот достойно посуда выглядит. Так. Угу. Оказывается, даже резать не надо. Очень удобная упаковка. В стаканчики. Вот смотрите, сам стаканчик. Сейчас поищем на упаковке объем. Объем у них большой. 290 мл. 29 SL. Думаю, все знают, как переводить SL в миллилитры. Ну, почти 300 мл. Такой достойный стаканчик. Довольно-таки много жидкости может уместиться. Серые. Вот таких 2 серых стаканчика. И бирюза. Повторюсь, красивые, приятные оттенки. Очень красиво смотрятся, что вживую, что на камеру. Так. И открываем тарелочки. Сейчас посмотрим, есть ли у тарелочек такая же потайнушечка удобная. Да, тоже есть. Тоже так довольно-таки легко все открывается. Так что даже ножницы вам на природе не понадобятся, если вы сразу с упаковкой повезете их с собой. Тарелочка. Сейчас посмотрим, сколько она сантиметров. По-моему, 20. Да, диаметра 20 сантиметров. То есть, это стандартная обеденная тарелка. Как вот, допустим, в Икеа есть серия Фергрик тарелочки. А в ТАС, то есть, это... Ну, Икеа их называет десертными. Я думаю, для обычной порции вполне достаточно такой тарелочки. Давайте сейчас соберем комплектик в бирюзовом цвете. Мне почему-то он больше всех понравился. Значит, у нас такая тарелочка. Такой стаканчик. И ложки-вилки. Я думаю, с такой посудой пикник, либо там выездные шашлыки будут более приятными. Ну, и детский день рождения тоже получится очень яркий. Притом, если, ну, по тематике, да, это подходит независимо от того, летнее, не это время года, либо просто ты дома в холодное время года. А, кстати, на тарелочках рисунка уже вот этого нет. То есть, вот эти вот точечки, они только на мисочках и на стаканчиках. Тарелочки и столовые приборы без украшений. Ну, кроме вот такого листочка, который есть на ложечках-вилочках. Ну что, друзья мои, мы вам показали то, что мы подготовили для себя лично в преддверии летнего сезона. Ближе к июню, возможно, даже июлю, ожидайте, будет обзор по поводу эксплуатации, как пользоваться этим грилем, насколько удобна эта посуда, хватает ли тарелки для порции шашлыков и так далее. Всем спасибо. Спасибо за внимание к обзору. Не забываем писать комментарии. Кстати, если у вас уже есть гриль из этой серии, вы им пользовались, пожалуйста, напишите ваши отзывы. Насколько он будет прогревать, насколько он удобен, насколько его удобно отмывать, кстати, будет. Меня, например, как женщина это беспокоит. Смогу ли я вот все из этих вот решеточек вымыть, и насколько это будет трудоемко. Очень ждем эти комментарии. Ну и просто пишите комментарии, те обзоры, которые вы хотели бы увидеть на нашем канале. Всем спасибо, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok